Видеокарты, возможно, скоро перестанут быть интересны майнерам, которые могут вызвать экологическую катастрофу на Земле. На Марсе вовсю летают и добывают кислород, аргентинец ненадолго стал владельцем Google, а 2021 год можно смело назвать годом дефицита. Всем привет, на связи МК, меня зовут Михаил Крошин, это рубрика «Что там в IT», где я коротко расскажу вам о самых интересных IT-событиях прошедшей недели. Начну сразу с безумия, в которое окунулся наш мир. Вот все сейчас обеспокоены экологией. В Тихом океане плавает целый мусорный континент размером больше Украины, Германии и Франции вместе взятых. И проблему нужно решать. Но к пластику, отходам и выбросам добавился еще один источник – последствия криптовалютной лихорадки. Майнеры фактически могут вызвать экологическую катастрофу на Земле. Ученые всерьез бьют тревогу. Китайские майнеры, которые добывают до 75% всех биткоинов, к 2024 году будут ответственны за выбросы углерода на уровне всей Чехии. Мировая сеть добычи только биткоина потребляет больше электричества, чем Маргентина. И помимо видеокарт, с полок магазинов стали исчезать жесткие диски и SSD. Вы, наверное, слышали про новую криптовалюту от создателя BitTorrent под названием Chia. Она позволяет фармить на накопителях. Так вот, никто не знает, сколько она стоит, она еще не торгуется. А люди уже смели все жесткие диски и твердотельные накопители. Китайские производители даже стали клепать под это дело отдельные платы. Как вам последнее творение Ondo? 32 разъема SATA с возможностью подключить накопители на 448 терабайт. В Азии уже скупили все жесткие диски корпоративного уровня на 6-8 терабайт. И когда они закончатся, майнеры переключатся на пользовательский сегмент. И главная проблема тут не в том, что это вызовет, как обычно, дефицит. К этому слову мы уже привыкли. А в том, что в процессе фарминга этой криптовалюты на накопители постоянно перезаписывается огромный объем информации. В результате чего даже самые крутейшие SSD и HDD отъезжают в мир иной за считанные месяцы и бывают даже недели. А теперь догадайтесь, куда отправятся эти мертвые накопители? Правильно, на свалку, к блокам питания и видеокартам. Так что создатель BitTorrent явно поторопился называть свою криптовалюту зеленой. Знаете, это уже начинает напрягать. Глядя на всю эту вакханалию, когда люди создают у себя дома хранилища, сравнимые с серверами, ставят в Риге кучи видеокарт, которые мелькают подсветкой, невольно начинаешь задумываться, а что дальше? Майнинг на ОЗУ, на умных чайниках, на людях? Знаете, это такая горячая тема, что мы даже в редакции поспорили, какое будущее ждет домашний майнинг. Есть мнение, что майнинг будет вечен, как торренты, то бишь одни криптовалюты блокируют, как это сейчас пытается сделать Nvidia, другие появляются. И так до бесконечности. Или рано или поздно майнинг перейдет в высшую лигу. Майнить будут только на асиках, а следить за этим будут либо правительства, либо крупные компании. На самом деле, криптовалюты очень уязвимы, как колосс на глиняных ногах. Совсем недавно в китайской провинции Синьцзян, где работает куча майнинг-ферм, аварийно рубануло электричество, в результате чего комиссия в сети биткоин подскочила аж до 70 баксов, а общий хешрейт упал на треть, и это только одна провинция. Что касается будущего домашнего майнинга, я лично за второй вариант, и я с энтузиазмом писал новость про недавно представленный компанией Bitmine ASIC Antiminer E9. Асики, кто не знает, это такие устройства, набитые специальными процессорами, которые могут только одно — копать определенную криптовалюту, и они работают эффективнее, чем видеокарты. И вот этот вот новый ASIC способен копать эфир как 25 топовых RTX 3090, а стоит он примерно как шесть таких видеокарт, предварительно, конечно. Было бы круто, если бы такие устройства хлынули бы на рынок, и майнерам видеокарты просто перестали бы быть интересны. Но тут проблема в том, что такие устройства, как асики для эфира — животные более редкие, чем единороги, и встретить их в живой природе практически невозможно, а очереди там расписаны на год вперед. Поэтому в таких объемах эти асики проблему не решат, но помечтать, конечно, об этом можно. Поговорим про космос. На днях весь интернет пестрил новостями о том, что Роскосмос ведет переговоры со SpaceX по доставке российских космонавтов на МКС. Это заявил сам пресс-секретарь Роскосмоса. А ранее Илон Маск говорил, что доставлять российских космонавтов на МКС — для него дело чести. Но, как оказалось, пользоваться батутом Роскосмос не собирается. Дмитрий Рогозин в замедленном твиттере написал, что никаких переговоров не ведется, все это фейк, обман и провокация. И что у нас есть собственные ракеты, на них мы и будем летать. Остается только догадываться, что это было. Лично я за новый виток космических гонок, потому что освоение космоса — это будущее нашей цивилизации. МКС уже 20 лет, она вся дырявая, и к 25-му году Роскосмос планирует выйти из соглашения по ней. Корпорация уже показала первый блок собственной российской космической станции. Неужели история с советским миром все-таки повторится? Ведь это была большая международная станция, и туда пускали не только советских и российских космонавтов, там были и представители других стран. И есть шанс, что МИР-2, после того как МКС сгорит в слоях атмосферы и уйдет на дно океана, возьмет на себя ту же роль. К космосу еще вернемся. На днях случилось еще одно событие из разряда «не договорились». Всем известный мессенджер Дискорд неожиданно отказался от вхождения в состав Майкрософт. После окончательного оглашения цены в 12 миллиардов долларов Дискорд сказал «нет» и переговоры были окончательно прекращены. Так что Доби будет свободен. Вернемся к борьбе с майнингом. В последнее время в воздухе витает куча новостей о том, что Nvidia готовит топовую RTX 3080 Ti, которая будет почти что как 3090, только там будет 12 ГБ видеопамяти, зато полная шина. Рекомендуемый ценник будет 1000 долларов, и Nvidia готовит обновленную программно-аппаратную часть, которая будет защищать от майнинга эфира, и мамой клянется, что в этот раз все будет как надо. К слову, вместе с новинкой, зеленые подкинут жабу майнерам, обновив всю линейку 3000 серии вот этой новой программно-аппаратной частью по защите от майнинга. Причем никак маркировать новые видеокарты с обновленным чипом они не будут. То есть майнер, покупая видеокарту, не будет знать, если не откроет специальное ПО, какой чип внутри стоит и как эта видеокарта копает, собственно, крипту. Плюс ко всему, все обновленные версии видеокарт на чипе GA 2-й версии получат поддержку Resistable Bar прямо из коробки. Это позволяет процессору получить полный доступ к видеопамяти, что увеличивает производительность в некоторых играх аж на пару процентов. Будем надеяться, что в будущем прирост будет ощутимей. В общем, надеемся и верим. Мы уже не раз затронули тему дефицита, вот сейчас прям поставьте видео на паузу и попробуйте написать из-за чего подорожает вся электроника. Написали? К дефициту полупроводников и чипов добавилась медная фольга. Она используется для производства плат, а плата у нас есть везде, от фиолетового iPhone 12 до автомобилей, так что дефицит медной пленки сделает видеокарты еще более недоступными. А теперь минутка научной фантастики. Знаете, сколько космических кораблей было пристыковано к МКС в начале недели? Целых шесть штук. Два детища Илона Маска Крив Драгон, два российских грузовых Прогресса, один пассажирский союз и еще один американский корабль снабжения Цигнис. Сейчас кораблей уже пять, отвалился один грузовой Прогресс, который скоро затопят в океане. Не знаю, как вам, а мне это напомнило начало фильма Люка Бессона под названием «Валериан и город тысячи планет». В начале хорошо показали, как МКС будет постоянно достраиваться за счет пристыкованных кораблей. Возможно, французский фантаст отлично описал будущее. По мнению Илона Маска, будущее наступит уже к 2030 году. Именно тогда он планирует отправить первых колонизаторов на Красную планету. А в свежем интервью он признался, что, возможно, будет много жертв. Отвратительная еда. В общем, все будут добровольцами, все будут все подписывать и об этом знать. Зато он обещает великолепное приключение. Но не будем о грустном. Аргентинец купил Google всего за 4 бакса. Ладно, ладно, мы не акет, упокой Господь его душу. На самом деле паренек из Аргентины по имени Николас Каруна купил у местного провайдера под домен третьего уровня google.com.ar всего за 4 доллара, тем самым сломав поисковик просто по всей стране. На деле это была ошибка местного регулятора ник.ar, который сдал Google в аренду этот домен, срок которого должен был истечь только в июне, но почему-то домен стал доступен к покупке уже в конце апреля. К слову, ошибка была исправлена моментально. После хвалебного твита аргентинца в сети права вернулись обратно к Google, что получил парнишка неизвестно. Ну и как же не рассказать про полет одного маленького коптера и огромный взлет для всего человечества. Ну а если серьезно, на Марсе уже трижды совершил полет коптер изобретательность, который прибыл туда с новым марсоходом, отделился и ждал своего часа. Вначале были какие-то неполадки, но позже их удаленно получилось решить и коптер взлетел и отправил прекрасные снимки красной планеты, в том числе и снимки марсохода. Давление на Марсе в сто раз ниже, чем на Земле, так что летать там сложновато. Нужны большие лопасти и высокие обороты. Ждем в будущем красивых видео с пролетами над красной планетой. Кстати, марсоход Perseverance тоже отличился. Он смог добыть на Марсе нет не огонь, а кислород. Всего 1 грамм, этого хватит всего минут на 10 дыхания обычному человеку, но это уже огромное событие. Все дело в том, что атмосфера красной планеты состоит в основном из углекислого газа, и его при большой температуре достаточно легко превратить в углерод и кислород. Последний нужен не только нам для дыхания, но и как окислитель для ракетного топлива. Поэтому проблему с производством кислорода на Марсе возможно решить и не тараканить его с земли. Надеюсь, не сильно вас грузанул, друзья, отлично вам провести майские праздники, если они у вас, конечно же, есть. Меня зовут Михаил Крошин, рубрика «Что там в IT», подписывайтесь и пишите комменты. До скорых встреч!